Всем привет, друзья! Сегодня вот такой вот необычный фонарик Nightcore Tab 1000. Многие из вас просили меня сделать обзор на данный фонарик. Давайте посмотрим, что находится внутри по-быстрому. Инструкции, крепление, которое крепится сзади фонарика и выдерживает около 30 килограмм нагрузки. И сам малыш. Вы посмотрите, насколько он маленький. Я понимаю, что бывают еще меньше, но именно вот этот размер, мне кажется, самое то, что нужно. Его можно прилепить и на кепку, и носить на ключах. Мне кажется, все, что нужно. Вы скажете, в чем же особенность данного фонарика? А я вам отвечу. Его габариты 70, 29 на 26 миллиметров, вес 53 грамма, включая клипсу. Выдерживает падение с одного метра. Встроенный литий-ионный аккумулятор на 1200 миллиампер в час. Возможность зарядки через USB. Проекционное расстояние целых 180 метров. Итак, восьмой этаж, дом напротив. Вот так вот лупят в фонарик. Вон, даже черт знает куда добивает. Светозиодная лампа Cree XPL HD V6 максимальной мощностью 1000 люмий. Хотите еще параметры? Пожалуйста. При яркости 1000 люмий он работает 15 минут. По заявлению производителя. Сейчас будем все смотреть. При яркости 200 люмий 3 часа, при яркости 65 9 часов 45 минут, при яркости 15 19 часов и при яркости 1 люмен 70 часов. Его можно погружать на 1 метр под воду. Что вы думаете, правда это или нет? Давайте посмотрим, насколько он нагревается, как пользоваться меню и вообще на что он способен. Светит он достаточно ярко. Это минимальный его свет, это его максимальный свет, но сейчас в студии очень ярко. Давайте посмотрим поближе на меню. Итак, как вы уже поняли, у нас на корпусе две кнопочки и дисплей. Кнопочка включения-выключения, естественно, включает фонарь на том же режиме, на котором вы его выключили. Видите, показывает, он может свечить 65 люмий 9 часов 9 минут. Переключаемся на 200, 2 часа 53 минуты. Переключаемся на 1 69, 22, на 15 люмий 18, 22 и 65 опять 9, 09. Если мы зажимаем кнопку максимально, у нас загорается 1000 и показывает, что 24 минуты. Хотя в инструкции написано, что 15 минут. Сейчас мы проверим, насколько он нагревается. Дальше, что у нас есть? Кнопка выключения отключает. Если вы нажмете кнопку и будете держать, у нас включится и выключится. То есть, если вам нужно просто, допустим, включить фонарик, таким вот образом, можно просто нажать и зажать кнопку переключения режимов. Дальше, какие у нас варианты есть? Есть еще режим демо-дисплея, то есть я включаю на кнопку включить, жму и держу. Пошла заставка, включился. Он сейчас ничего не показывает, никакой нужной информации, просто какая-то демонстрация. То, что он может показывать, какой он крутой, какой он классный. Нахрена это нужно? Честно говоря, я не понимаю. Видимо, для того, чтобы продавать их в магазине. Так что не забывайте, когда у вас придет фонарик, у вас будет стоять демо-режим. Имейте это в виду. И если он будет у вас случайно отключаться, это не значит, что он перегревается или что-то с ним не то. Просто стоит в демо-режиме. Посмотрите, там должно быть написано. Для того, чтобы выключить этот режим, смотрите, вам нужно одновременно нажать на обе кнопки. Видите? Демо-режим. Видите, написано. Еще раз зажимаю обе кнопки. Daily. Вот вам нужен именно этот режим. По умолчанию стоит демо. Смотрите, мы можем сделать какую штуку. Например, у вас фонарик был включен на 200 люмен. Выключаем фонарик. Он не горит. Включаем. Опять 200. Если вам нужно включить его вдруг не совсем ярко, нажимаем на включение и держим. Включается минимальный один люмен. То есть, видите, он совсем немножко горит. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Также есть два режима блокировки. Первый режим. Нажимаем и удерживаем кнопку выключения. Смотрите, вот он у нас загорелся. Выключаем фонарик и держим. Видите, появился вот такой вот замочек. Нажимаем кнопку включения. Он не включается. Видишь, ничего не светит. Нажимаем еще раз. Ничего не светит. Если нажать и подержать кнопку режима, включается 1000 люмен. Но просто режим никакой не включается. То есть, он заблокирован. Ничего не горит. Ничего не включается. Просто показывает, сколько заряжено батарейки. Он выходит из режима блокировки. Это первый уровень блокировки. Теперь нажимаем, выключаем. Видите, первый включился. Второй. Если держать долго, включится второй уровень. То есть, он будет не реагировать ни на эту клавишу, ни на эту. То есть, он не будет не реагировать ни на что. Также, чтобы выйти, нажимаем два раза и держим. Все. Он у нас включился. Все. По функционалу, я думаю, тут все, в принципе, понятно. Давайте проверим, как сейчас светит фонарь. Смотрите, у меня включен прожектор. Включен свет на потолке. Итак, я включаю первый режим. Это один люмен. Ну, естественно, он нифига не светит. То есть, тут понятно, вот, видно, каким образом он светит. Так, дальше. Включаю второй режим. 15. Он начинает вот так светить. До туда дотягивается. Тягивается, ну, так, я бы сказал, с трудом. Нажимаем. Еще раз. 65. 65 уже нормально. То есть, в принципе, можно использовать, как какой-то фонарь, я не знаю, на природе еще где-то. Он будет работать 9 часов, ребят. 9 часов вот на такой массипуске. Видите? Достаточно ярко. Вот все видно. Вон, дверь. Здесь расстояние, наверное, метра 4-5. Включаю 200. 200 – это уже полноценный фонарик. То есть, можно ковыряться в машине, ходить. То есть, будет все видно очень ярко. Время работы 3 часа. Вот, реально, он показывает 3 часа. Ну, куда больше. Если вам нужно 1000, соответственно, нажимаем, держим. Врубается полное. Очень ярко. Смотрите. Он насквозь аквариум просвечивает. Рыбки в шоке. Очень ярко. Ни в коем случае не наводите на глаза. Так, смотрите. 76 градусов. Чувак нагревается 80 градусов. То есть, обжечься вполне реально об него. Так что, имейте в виду, на 1000 люмен особо не напрягайтесь. Долго не держите. Ну, держать, на самом деле, его в руках можно. Вполне. Даже на 1000. Но, недолго. То есть, если вам что-то нужно посвятить, посмотреть, бац. Потом опять переключились на 200. Так что, друзья, надеюсь, данный обзор был для вас полезен. Не забываем подписываться на инстаграм. Это был такой коротенький обзорчик. Просто просили показать, что это такое и на кого это похоже. Так что, друзья, фонарик реально стоит своих денег. Я его покупал по ссылке внизу. Была распродажа на Алиэкспрессе. Я его купил за 2000 рублей. Так что, смотрите по ценам сами. Ссылку я вам оставляю. С вами был, как всегда, я, Макс. Это канал Шестеренка. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok